Снаружи солнце и танцы, а внутри атмосфера мрачности и тяжелый дух каторги. Даже представители одной из самых суровых профессий рассказы о страшных буднях арестантов прошлого впечатляют. На Сахаринской каторге содержались такие категории преступников, как тачечники. Значит, это нелегкая судьба. Эти люди были прикованы на всю жизнь к тачке. У них ножны, ручные каналы, цепь длинная, которая крепилась к одной тачке. Здесь, на бывшем посту Александровский, а ныне в Александровский Сахалинском, Антоном Павловичем пропитано все. Есть два памятника, улица, музей. Рядом постройка, показывающая Сахалинский быт таким, каким его застал великий литератор. Узнать побольше об этой эпохе приехало руководство местных и федеральных структур ФСИН. Ведь именно поездка Чехова и резонанс, вызванный книгой «Остров Сахалин», и дали огромный толчок для гуманизации тюремной системы. Финальной точкой на карте автопробега стали красоты Александров Сахалинского района. Это, разумеется, знаменитые «Три брата», а также «Женкиер». Здесь сотрудники уголовно-исполнительной системы решили ознакомиться с одним из самых заметных результатов арестантского труда – знаменитым туннелем, проходящим прямо через мыс. Туннель, получивший имя Александра Третьего, рыли годами, используя ручной труд заключенных. Погиб здесь не один десяток людей. Сейчас это местная достопримечательность и напоминание о том, что из-за решетки живут люди, и надо их не наказывать, а перевоспитывать. Задача через создание надлежащих условий – показать, что можно жить по-другому. Задача привить к нему новые профессии, обучить его с той целью, чтобы после освобождения этот человек был, скажем так, с руками, с головой, мог, скажем, зарабатывать. А после поездки на запад острова гости с Сахалина отправились в исправительную колонию и СИЗО Южно-Сахалинска – каторжанам нашего времени. Сергей Суханов, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Продолжение следует...